Ребята, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о своей поездке в Казахстан-США, о том, как прошел перелет. В видео я хочу рассказать общую информацию о поездке, примерное время перелета и какие-то расходы, которые возможны в дороге. Я надеюсь, что это видео будет полезным тем людям, которые так же, как и я, редко летают на самолетах. Расскажу, чего можно ожидать. Возможно, студентам, которые первый раз летят на обучение в США, из Казахстана. Из Казахстана есть несколько вариантов перелета. Я летела из Астаны, коллеги мои летели из Алматы. Я летела из Астаны в Франкфурт, США. Коллеги также летели из Алматы через Стамбул, США. Это в зависимости от того, в какой университет, в какой штат вы летите. Я расскажу только о том, куда летела я. Я летела в Колорадо. И еще скажу о том, что я летела на стажировку для учителей в Убрайт. О стажировке я рассказываю в этом видео. Выезжала я из города Ридер, восточно-казахстанской области. Индрайвер до Ускаменогорска аэропорта стоит 4 тысячи тенге. Там расход был на посещение кафе. Можно также посетить кафе аэропорта. Это тоже около 3-4 тысячи тенге. Вылет из аэропорта из Каменогорска на период сентября 2023 года осуществлялся в 16 часов 30 минут. И на внутренние рейсы я должна была прибыть в аэропорт за 2 часа. За час начинается посадка. У меня был билет с багажом. Багаж это одна сумка, не более 23 килограмм. И также ручная кладь не более 8 килограмм, которую я беру с собой в самолет. Кроме этого еще маленькая сумочка, где хранятся документы. Багаж я сдала. Далее идет осмотр. В ручной клади. Вы также можете посмотреть на сайте авиалинии, какие у них есть критерии по перевозке багажа. Здесь зависит от авиалинии. Далее в пол пятого наш самолет совершает взлет и он приземляется в Астане около 6 часов. Идет ожидание около 10 часов в аэропорту, либо можно взять отель. Я использовала второй вариант и забронировала отель, который мне обошелся в 21 тысячу тенге, а также такси до отеля в 3000 тенге. На международные рейсы необходимо быть в аэропорту за 3 часа до выезда. Сюда же еще можно посчитать затраты на еду в течение времени ожидания. Это тоже около 4-5 тысяч тенге, в зависимости от того, сколько вы будете брать. Было очень сложно вставать ночью, то есть за 2 часа я уже должна была быть в аэропорту. И с этого же момента уже начинается привыкание к разнице во времени, потому что разница с Казахстаном и Америкой 12 часов. Ну, тем штатом, в который я лечу, 12 часов. Далее мы прилетели в аэропорт, прошли, багаж сдала я прям с учетом того, что он летит до самого США, Колорадо. То есть во Франкпурте мне не нужно было забирать мой багаж, об этом нужно уточнять тоже в аэропорту. С собой у меня был ноутбук, его попросили включить. В аэропорту было где-то ожидание около 1,5-2 часов. Далее на билете указано ваше место и группа, по которой вы заходите в самолет. Самолет через Франкфурт. Он из Алматы вылетает 2 часа. Далее он приземляется в Астане, забирает остальных пассажиров. Мы сели в Астане около 5 часов утра и полетели во Франкфурт. Значит, что ожидать в самолете? В самолете через час дают снэк и водичку дают. Вот, после того, как мы взлетели, дали перекус через час. Далее где-то около 4-5 часов мы спали. И за полтора часа у нас был ланч. То есть это там омлет, типа омлета и в общем сэндвич и тоже кофе, напиток. Перелет Астана-Франкфурт занял 7,5, около 7,5 часов. Во Франкфурте у нас была пересадка до Денвера 3 часа. Все это время мы потратили только на регистрацию. Там очень детально проверяют. Проверяют ваш паспорт, визу. Вы отвечаете на вопросы, папа ваш, то есть зачем вы летите туда. Что еще? Проверяют ручную кладь достаточно досконально. Тоже необходимо проверить, какие требования у компании-перевозчика по... Ну, то есть мы летели на Львганде. То есть можно посмотреть на их сайте, какие у них требования по перелетам. Перелет Франкфурт-Денверт занимает около 10 часов. Мы, получается, вылетали в 11.20 по времени Франкфурта. В самолете достаточно комфортно мы летели на Американ Айрлайнс. Тоже нас кормили один раз и давали снэк. В самолете достаточно холодно, поэтому имейте это в виду. Некоторые люди, то есть в американских авиалиниях, я видела даже люди были в босоножках, платьях. Я думаю, что они очень замерзли. Поэтому лучше одеваться потеплее. В самолете выдается одеяло, выдаются подушки. Это вот Американ Айрлайнс или Уганза. Примерные цены, которые я найду на сайтах... Ну, на сайтах перевозчиков, я укажу уже в описании к видео, потому что цены на билеты я от нее уточняла, так как нам программа оплачивает все билеты международные и внутренние. Ну, в принципе, я думаю, что здесь все. Если у вас еще будут какие-то уточняющие вопросы о том, как добираться до США и Казахстана, можете задавать в комментариях. Я думаю, что это не единственный, конечно, возможный путь перелета, но вот у меня был именно такой. То есть Астана, Франкфурт, Франкфурт, Денвер. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Далее я буду выкладывать уже видео о своей стажировке здесь в США. А на стажировке я буду около 10.